Основным видом транспорта для доставки зрителей будут электропоезда «Ласточка». Для этих целей расписание скорректировали и добавили подвижной состав. «Ласточки» начнут отправляться в сторону Олимпийского парка с 15.00 в среднем каждые 15-20 минут. После окончания матча в период с 21 часа до полуночи электрички будут возвращаться в центр города с тем же интервалом. И билет на матч не дает права на бесплатный проезд. Также 28 марта увеличится количество автобусов, в том числе по маршрутам номер 57, 100, 125С и 124С. Дополнительно для болельщиков организовано ограниченное количество парковочных мест для личного транспорта. Стоянки предусмотрены у Ледового дворца «Айсберг», Ледовой арены «Шайба», Ледового дворца «Большой», Керлингового центра «Ледяной куб», Адлер-арены, Сочи-парка, Медиа-центра и входной группы в Олимпийский парк. Схему, а также загруженность парковок можно будет отследить в режиме реального времени на сайте администрации города в день проведения матча. На самих парковках будут работать транспортные волонтеры. Они займутся координацией и перераспределением автомобилей. Количество парковочных мест ограничено. Также болельщикам напоминают, что на стадион запрещено проносить колющие и режущие предметы. Зонты типа трости, шлемы, пиротехнику, газовые баллончики, бутылки, чашки или банки, в том числе консервные и прочие предметы из полиэфира, стекла, а также упаковки тетропак. Также не пропустят на арену зрителей с вувузелами, лазерными фонариками, алкоголем, пропагандистскими материалами и нацистской атрибутикой. Продолжение следует...